Если вы покупаете какую-то мебель, ну пусть это будет небольшой шкафчик, а в магазине может стоять на прилавке собранный образец. Даже если нет образца, то на коробке есть картинка этого собранного предмета. Ну вот, я думаю, любой человек, который когда-либо собирал мебель, хорошо знает, что инструкциям по сборке следовать очень сложно. То есть вы открываете коробку, и даже если смотрите, читаете инструкцию, вы все-таки спрашиваете, ну как же во всем этом можно разобраться. Нетрудно догадаться и о последовательности эмоций. То есть вы начинаете с большими надеждами. Эта красивая картинка на коробке говорит вам, что это именно то, что нужно для вас. Осталось вот только-только собрать. Но уже через полчаса борьбы уверенность уходит. Мы понимаем, что вот это все, что здесь находится в этой коробке, должно иметь какой-то смысл. Однако не всегда получается собрать мебель. И вот как только мы это признаем, боевой дух резко падает, мы не можем понять, почему то, что должно сочетаться друг с другом, не сочетается, ну и почему вдруг мы сами не можем собрать вот эту вот мебель, не можем исправить, не сможем поставить все правильно. И затем наступает момент, когда весь этот набор просто-напросто хочется выкинуть в окно. Очень часто, друзья, именно так мы с вами воспринимаем или переживаем окружающий нас мир. Нам кажется, что мир в целом – это то, что должно иметь смысл. То есть где-то есть вот эта вот картинка, картина того, каким должен быть мир. Однако происходит все далеко не так, как мы ожидаем, как показывает в нашем, может быть, понимании эта картинка. Мир обещает нам много, может быть, заманчиво улыбаясь, рассказывая нам, как все будет хорошо или как все бывает хорошо, но хорошо бывает не всегда. Вот недавно я услышал фразу, с которой согласился, и которую очень хорошо запомнил. Следующее, друзья, в необъясненном мире очень тяжело жить. В необъясненном мире очень тяжело жить. И поэтому мы не только ищем, мы нуждаемся в объяснении вот такого мира, как наш. Почему все есть так, как есть? Ну и есть ли возможность мне для меня внести, может быть, какой-то творческий вклад, чтобы в таком мире, как наш, двигаться вперед? Я прошу вас прослушать библейский отрывок. Мы будем читать из Евангелия от Иоанна, 3 глава с 13 стиха. Евангелие от Иоанна, 3 глава с 13 стиха. «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него». Ну, мы прочитали с вами отрывок, в котором находятся очень-очень известные слова, наверное, самые известные слова Священного Писания, слова о любви Бога. И вот сегодня мы с вами попытаемся понять значение любви Бога для человека, который живет в таком мире, как наш. Наш. Значение любви Бога для человека, который живет в таком мире, как наш. Ну, я думаю, всем известно, всем, может быть, многим, что вот в русском или английском языке есть только одно слово, одно слово, обозначающее любовь. Новый Завет был написан на греческом языке, а вот, друзья, у греков, но было по меньшей мере, только по меньшей мере, четыре слова, обозначающие любовь, что позволяло им очень легко различать романтическую любовь, привязанность к месту или к предмету, человеческую дружбу, товарищество и, конечно, щедрую, самоотверженную любовь. И все же, все же есть нечто очень важное. Над чем стоит задуматься, когда речь идет об этом сложном слове «любовь». Какими бы ни были оттенки этого слова, и сколько ни было бы оттенков этого слова, любовь, друзья, это отношение. Любовь – это отношение. Речь идет о том, чтобы вырваться из себя навстречу чему-то или кому-то другому. Вырваться из себя какими бы образом или с какими бы кратковременными или долгосрочными целями, последствиями это не происходило. Любовь, друзья, – это открытие того, что я становлюсь более полным собой, когда нахожусь в отношениях. Даже если эти отношения, по крайней мере, на время могут быть с природой, с ребенком, с возлюбленным, с домом, пациентом больницы, коллегой или соседом. Любовь – это термин, который указывает на то, что мне нужно быть частью чего-то большего, чем я сам. Чего-то, что дает мне ощущение, как здесь принято говорить в Америке, возвращение домой, coming home. От чего-то, в чем я нахожу тепло, безопасность, смысл, восторг, даже вздох облегчения. И, может быть, друзья, может быть, часть проблемы нашего мира заключается в том, что мы, по большому счету, забыли о существовании такой любви. Нет, не забыли во всех отношениях. Ну, послушайте там популярную музыку, почитайте популярные романы, посмотрите фильмы. Друзья, все это включает в себя очень и очень много чувственного. Однако при этом складывается впечатление, что люди, ну, пытаются как-то организовать свою жизнь и так, как будто любовь не имеет никакого значения. Как будто любовь является развлечением на стороне, а не центральной динамикой жизни человека. Вы знаете, вот есть литературные произведения, которые живут там столетиями. И вот люди читают, потому что вот в классике можно найти комментарий к нашему времени. То есть вот потому она и классика, друзья, что она выше времени и вне времени. Ну, может быть, вспомните вот трагедию немецкого поэта Иоганна Гёте, трагедию Фауст. Если помните, в основе сюжета лежит договор, который вот Фауст, ученый Фауст, заключает с дьяволом. Фауст может получить неограниченную власть, престиж, славу, состояние, ну, вот все, что пожелает. Но когда все закончится, его душа должна принадлежать дьяволу. А вот пока течет жизнь этого человека, пока идут его путешествия, условием для Фауста от дьявола остается следующее, что он не должен любить. И вот всю книгу там, этот Мефистофель, он удерживает Фауста от любви. «Желай, имей все, вот только не люби». А вы знаете, друзья, это не просто сюжет Фауста. А подумайте, это ведь, в принципе, комментарий к нашему времени. «Желай, имей все, вот только не люби». А, по крайней мере, отчасти именно поэтому и, может быть, поэтому, друзья, любовь она нанесла, ну, если можно так выразиться, какой-то ответный удар другими и зачастую разрушительными способами. Любовь к родине превратилась в ужасающее национальное идолопоклонство и, как следствие, в насилие. Любовь к хобби или навыкам может превратиться до всепоглощающей одержимости. Влюбленность регулярно считается оправданием для нарушения брачных обещаний и разрушения семей. Отстранив любовь от других аспектов жизни, она возвращается с еще большей силой и, к сожалению, в менее подходящих формах. Мы с вами очень хорошо знаем, друзья, что для того, чтобы быть человеком, нам нужны отношения. Нужны отношения во всех уровнях. И мы хотим, как говорится, найти настоящую любовь. Не банальную любовь в смысле популярного романа или песни, а вот что-то прочное, долговечное, абсолютно надежное и постоянно дающее жизнь. И снова, друзья, может быть, именно поэтому даже в современном циничном мире большинство людей любят праздновать свадьбу. Ведь свадьба снова и снова дает какую-то надежду посреди мира разбитых мечтаний. Свадьба указывает на нечто гораздо большее, чем она сама. В этом есть какой-то интересный парадокс. Глубокая любовь, которая свела вот этих вот двух конкретных людей в этом месте, в этом сложном и требовательном обязательстве и отношениях, в конце концов, мы понимаем, что это не только о них. Что вот свадьба – это не только о людях, которые вступают в брак. Она все-таки касается всех нас и, может быть, касается всего мира. Ну или посмотрите на крайность с другой стороны. Это замена реального человеческого общения электронными машинами, смартфонами и тому подобное. И вот сегодня вот эта вот замена человеческого общения электронными машинами, она широко рассматривается как личная или социальная проблема. И, к сожалению, друзья, нет никого, кто бы мог узнать, что с этим теперь поделать. Итак, мы знаем, что любовь – это важно. И важно не просто как чуть более удобное кресло или, быть может, как лучшая пара обуви, а любовь важна как пресная вода, которую можно пить, или чистый воздух, которым можно дышать после многих лет загрязнения. Однако мы понимаем, что любовь нам дается с трудом. И мы с вами, да, мы с вами причиняем боль людям, которых мы действительно любим. И все же даже среди всех наших разрушенных отношений есть проблески надежды. Надежда на то, что глубокая, прочная, подлинная любовь, она существует. И что мы с вами можем стать ее частью. Больше того, дорогие друзья, братья и сестры, это один из способов выразить суть христианской веры. Глубокая, прочная, подлинная любовь существует, и мы с вами можем стать ее частью. Это смысл и суть нашей веры. И вот в Евангелиях, когда мы читаем повествование «Жизнь нашего Спасителя», мы видим, как вот в этом захватывающем повествовании Бог-творец, Бог-создатель идет на все, чтобы проявить свою любовь в действии. Когда мы читаем, друзья, получается следующее, что даже сам Бог, да, сам Бог, в важном смысле существует в отношениях. Даже Бог существует в отношениях. Любовь – это не просто то, что Бог делает, а самое сердце того, что Бог есть. По глубине значения в Евангелии Иоанна есть еще один отрывок, друзья. Ну вот один из наших любимых, это 3.16, но, я думаю, есть не менее любимый, а может, несколько недостаточно известный. 13 глава, 1 стих, друзья. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час, час его перейти от мира этого к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, Он до конца возлюбил их. Ну вот если вы читаете, я думаю, не может не привлечь ваше внимание вот эта вот фраза «возлюбил их до конца». То есть что это значит? Ну, между прочим, вот язык оригинала подчеркивает, что возлюбил их до цели или возлюбил их до предела. То есть речь идет не только о времени. Христос никогда не переставал любить своих учеников, но о качестве действия. То есть, друзья, мы понимаем, что не было ничего, что могла бы сделать любовь, и чего она не сделала. Не было ничего, что могла бы сделать любовь, и она этого не сделала. Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Итак, возлюбив своих сущих в мире, описание говорит, что Он до конца возлюбил их. Это предложение служит заголовком для всего, что следует дальше. А дальше мы с вами будем читать о предательстве Иуды, об отречении Петра. Мы будем читать арест, насмешки, суд, бессердечная жестокость, голгофы. А намного-много позже апостол Павел напишет следующие слова, может, повторяя вот эту вот мысль. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что живу ныне, то живу верою в Сына Божья». И вот эти вот знаменитые слова апостола Павла. «Живу верою в Сына Божья, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Да, Христос всегда любил, и его история, друзья, это история любви в жизни. Когда он обращался к Никодиму и говорил ему о необходимости родиться свыше, это действие любви. Когда он удивляет самарянку, начинает с ней разговор. И когда в процессе этого разговора вот женщина с удвоенной силой сознает, что Мессия Израиля протягивает руку через пропасть к ненавистному другому, это действие любви. Исцеление Иисуса, излечение и кормление голодных людей – это еще более очевидные действия любви. Даже, быть может, его строгие слова в адрес обвинителей – это теневая, другая сторона любви. Вот что происходит, когда любовь приходит к своим, а свои ее не принимают. Иисус любил Марфу, Марию и Лазаря. Весь этот эпизод с воскрешением Лазаря, слезы Иисуса у гроба Лазаря – это удивительное действие любви. И мы с вами читаем и понимаем, вот как выглядит любовь, когда она действительно приходит в действие. И любовь к Богу, она всегда удивительна, она всегда созидательна, она всегда отличается от тех представлений, которые мы с вами могли бы иметь. Однако, друзья, вот при чтении Священного Писания очень важно понять, что все это значит. И мы должны напомнить себе, о чем вот вся история Евангелия. Ведь то, что мы сами видим в истории Иисуса, близко и лично, это то, что происходит в гораздо большей, неизмеримо большей картине. Оказывается, вот так Бог любит мир. Оказывается, вот так Бог любит мир, Бог любит свое творение. И Евангелие Теана 3,16 относится ко всей книге и ко всему миру. И Он приглашает нас увидеть все творение. Больные люди, скорбящие люди, простые люди и даже высокомерные властолюбцы. Бог любит их всех. Бог скорбит о грехе, об упорстве и злобе людей. И Евангелие написано так, чтобы историю любви Бога мы увидели как яркий, ослепляющий луч, сфокусированный на единственной человеческой истории. История нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа. Слово, которое стало плотью. Плотью, которое протягивало руки, касалось больных. И затем плотью, которая была прибита к Римскому кресту. Братья и сестры, вот как выглядит любовь Бога Творца в действии. Сам Иисус, высшее человеческое существо, уязвимое, скорбящее, но уравновешенное, дает себя как воплощение любви Бога Творца. И вот в этом смысле, если подумать, Священное Писание, оно вводит нас с вами в огромные и таинственные глубины того, что теперь называется Троица. Вот, конечно, существует такая сложность, как только мы слышим слово Троица. И вот проблема с этой доктриной или с этим учением, да и с самим термином, заключается в том, что вот именно Троица часто выглядит, вы знаете, вот, ну, как вызов, а не как приглашение. Троица часто выглядит как головоломка, а не как приветствие Священного Писания. И Троица часто выглядит как нечто, что испытывает мозг, а не преображает в сердце. Возможно, это объясняет, но почему некоторые люди считают, что Троица – это более поздняя идея, которую выдумали, придумали философы, ну, может быть, через четыре или три столетия после жизни Иисуса Христа, не встречающиеся в Новом Завете. Действительно, слово Троица в Новом Завете не встречается. Однако реальность, на которую указывает Троица, оно глубоко и плотно вплетено в Пусть Свами Евангелия. И знаете, есть множество иллюстраций того, как работает эта доктрина. Я недавно услышал такую иллюстрацию, которую никогда не слышал. Вот поделюсь с вами. Пожалуйста, подумайте о огромном озере, высоко-высоко там где-то в горах. И вот на краю этого озера есть глубокая расщелина в скале, через которую вода мчится с огромной скоростью, вот переливаясь через скалу, чтобы расплескаться по камням ниже, а затем разделяется на множество-множество новых потоков. А множество каналов, орошающих территорию, прежде чем снова эта вода вернется в море или в океан. Так вот, Иисус – это водопад. А Дух Святой – это вытекающие потоки. А Бог Отец – это озеро, это источник, а также море, в которое стекается вся вода. Но вот все воды – вода озера, вода водопада и вода потоков – это одна и та же вода. Дело в том, что вот в христианской мысли, когда мы говорим об Иисусе Христе, Он не является только примером чего-то другого, возможно, самого хорошего. А дело в том, что в христианской мысли Христос – это реальность. Это действительная, центральная реальность. И вот все теории, принципы в христианской мысли, в нашем с вами учении, в наших доктринах, они значат то, что они значат только по отношению к Нему. И мы с вами понимаем, что любовь – это не просто термин, это не просто учение. Любовь – это реальность. Мы видим ее в жизни нашего Спасителя. Вот почему, друзья, Евангелие, вот первые четыре книги Нового Завета, они имеют огромное и большое значение. И вот получается, что если человек, ну, пытается познать, узнать Бога, вам не нужно, вы знаете, ну, подумать о том, каким может быть Бог. И потом как-то вписать его в Евангелие. То есть мы с вами должны сделать все это наоборот. Читая и перечитывая историю Иисуса, живя внутри этой истории, в силе Святого Духа, мы начинаем понимать изнутри смысл. Узнавая Иисуса, друзья, мы познаем с вами Бога. Единый Бог, Творец мира – это источник и цель всего существующего. И если вы последователи Иисуса Христа, вы будете воспринимать Бога именно так, именно как переполненную любовь. То есть если вы последователи Христа, Бога вы будете воспринимать как переполненную любовь, любовь, которая всегда в движении. Друзья, вот подумайте о следующем. Вот попробуйте так проанализировать свою жизнь, очень коротко, очень быстро. Посмотрите внимательно, ведь, ну вот, мы с вами являемся теми, кто мы есть на самом деле. Или мы с вами становимся теми, кем нам нужно стать благодаря любви других. Вот мы с вами являемся теми, кто мы есть на самом деле. Или мы с вами становимся теми, кем нам нужно стать благодаря любви других. Ни одному человеку любви не обойти в своей жизни. Любви родителей, любви детей, любви друзей. Человеку не обойти любви Бога. И вот такая любовь, любовь, которая преображает человека, которая ищет человека по определению, она никогда не является просто сделкой. Она не является платой, заказной или обещанной услугой. Друзья, такая любовь всегда является даром. Именно в этом заключается суть учения о Боге, как о Троице. Бог через Христа дарит любовь миру. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И дело не только в том, что Бог любит. Ну, как будто бы Бог делает много вещей, а среди которых любовь является лишь одной. Бог, Которого мы с вами узнаем в Иисусе Христе и в Святом Духе – это любовь. Это любовь, которая течет туда и сюда. Любовь, которая всегда между Отцом и Сыном и всегда через Святой Дух. И поскольку этот Бог, Бог-творец, Его любовь, она течет в этот мир, течет в сердца и течет в жизни. Я думаю, друзья, термин «Троица» в самом лучшем случае призван вызывать в памяти эту славную, переполняющую реальность. Вы знаете, если вспомните опять Евангелие Теана, есть история, где Христос входит в Иерусалимский храм. Она в самом начале находится, вторая глава. Он изгоняет животных, опрокидывает столы миновщиков денег, то есть как-то нарушая систему жертвоприношений. И дело было не только в том, что продавцы животных и минялы превращали Дом Небесного Отца в рынок, а вот все-таки на другом уровне смысл действия Христа заключался в том, что храм теперь будет заменен. То есть Иерусалимский храм будет заменен человеком. Христос сам об этом сказал во 2 главе с 19 стиха. Иисус сказал им в ответ, «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи. Этот храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его. А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес, он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. Получается, что Иисус Христос теперь является тем местом, где и с помощью которого Бог Творец будет жить среди своего народа. Христос воплотит в себе живое присутствие истинного Бога. Он будет, если можно так сказать, воплощенной божественной любовью. Почему это важно, друзья? Если проследить Ветхий Завет и вспомнить самые высокие Божьи обетования, самые важные Божьи обетования, друзья, на страницах Ветхого Завета. Одно из самых высших обетований Бога заключалось в том, что «Я приду и буду жить среди вас». Вспомните повествование книг Ветхого Завета. Друзья, это самое большое обетование Бога. «Я приду и буду жить среди вас». Друзья, именно так выглядит божественная любовь. И вот теперь вот в Евангелии, в Евангелии Теана, мы видим Иисуса Христа как истинного человека, Слово, ставшее плотью. Помните 14 стих 1 главы? «Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. Мы видели Славу Его, Славу как единородного от Отца». Простите, я еще раз скажу о языке оригинала, отмечу язык оригинала. Вот в русском языке написано «обитало». Вы знаете, вот люди, которые знают язык оригинала, они говорят, что это немножко не то, что другое слово. То есть они подчеркивают особое значение или оттенок этого слова. Слово значит поставить палатку. Или если мы с вами знаем Ветхий Завет, установить скинь. В принципе, мы с вами читаем «Слово стало плотью и поставила скинью среди нас, обитала с нами». То есть Бог установил скинью в лице Христа. А вот когда мы с вами читаем о скинье, или когда мы с вами читаем о храме в Ветхом Завете, есть существенная деталь. Ведь скинье и храм никогда не должны были быть убежищем вдали от мира. Скинье или храм никогда не были каким-то безопасным укрытием, пока вот этот вот мир вокруг вас, он катится в ад. Напротив, друзья, они всегда были плацдармом для входа в этого мира. То есть Иисус Христос своим воплощением положил начало исполнению обетования по спасению этого мира. Итак, Евангелие основано на действиях одного поистине замечательного человека, который отдает себя безграничной любви своим друзьям и последователям. И это основа того, что значит любить нас с вами до самого конца. И, между прочим, она лежит во многих евангельских поиствованиях. И вот эти вот многие евангельские поиствования, друзья, они очень-очень любимы нами. Я есим пастырь добрый. Знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Овцы мои слушаются голосом моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. Никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, никто не может похитить их из руки моей. Я и Отец одно. Еще раз подчеркну, что Христос – это истинное отражение и воплощение самого Отца. Именно в это священное Писание, оно просит нас с вами поверить. И чем внимательнее мы изучаем Евангелие, тем больше мы в этом увидим смысла. Забота о людях, любовь, которую Христос дарит людям. Вот что значит, когда Бог Творец приходит, чтобы быть с нами, чтобы поставить вот свою палатку среди нас. То есть мы получаем представление о том, каким является наш Небесный Отец. Дальше я хотел бы отметить, что вот все эти маленькие детали о любви Христа, если читать, к примеру, Евангелие от Иоанна, они ведут нас к повествованию именно о смерти Иисуса Христа. Давайте вспомним отрывок из 13 главы, со 2 стиха. Во время вечера, когда дьявол уже вложил сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, что он от Бога ишел и к Богу исходит, отходит, встал с вечера, снял с себя верхнюю одежду, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Я не сомневаюсь, друзья, может быть, всякий раз, когда читаете этот отрывок, вы постоянно спрашиваете из себя, может, кого-то другого, ну что же это все значит? Действительно ли вот то, что сделал Христос, это пример для подражания? Да, конечно, друзья, это пример для подражания во всех сферах жизни, в которые можно перевести образ омовения ног. Но в более важном смысле вот то, что сделал Христос, друзья, это знак того, что должно произойти в событиях, в событиях жизни Спасителя. И мы начинаем понимать, что целью действия любви, то есть для чего любил Христос? Было сделать его народ чистым. То есть вот для чего любил Христос. А вот почему Бог возлюбил этот мир и послал своего Сына Единородного, чтобы сделать его народ чистым. Вот как ни странно, если вы читаете 13 главу Евангелия Теана, вот мы с вами уже получили одно из обетований Иисуса Христа. Еще в 7 главе, если хронологически смотреть на эту книгу, Он дал обещание, что Дух Святой придет. То есть Он дал обещание, что когда-то Дух Святой и зальется на Его последователей. Интересно, что вот когда апостол Иоанн пишет об этом в 7 главе, Он добавляет, что этого еще не произошло. Помните, друзья, почему? Потому что Христос еще не был прославлен. То есть обетование, пришествие Святого Духа уже есть. Однако Писание отмечает, что это не может произойти, пока Христос не будет прославлен. То есть пока Он не будет вознесен на крест. И вот омовение ног указывает на действие вот этой вот самодачи, этой самоуничижительной любви на кресте, через которую последователи Христа становятся чистыми. Друзья, становятся пригодными для обитания Святого Духа. И благодаря этому обитанию обрести способность вот в этом мире любить так, как любил нас, как любит нас Иисус Христос. И последнее, что хочу обратить ваше внимание, это заключительные главы Евангелия, вот Евангелий, любого из Евангелий, наше внимание, Евангелие от Иоанна. Интересно, что вот само повествование, оно происходит именно в контексте предательства Иуды. Христос идет ко кресту вот в контексте предательства Иуды. «После сего куска» – это 13 глава, 27 стих этого Евангелия, Евангелия от Иоанна. «После сего куска вошел в него сатана», говорится в Иуде. Тогда Иисус сказал ему, что делаешь, делай скорее. Интересно, что вот Иуда, в которого вселился дух сатаны, друзья, и мы с вами помним, что вот значение слова «сатаны» – это «обвинитель», он отправляется обвинять Иисуса. То есть подготовить отряд солдат, которые придут арестовать Иисуса Христа. Попробуйте охватить эту картину повествования. То есть вот есть проект, о котором мы с вами говорили, проект высшей божественной любви, этот проект движется вперед. И вдруг мы с вами читаем о том, что и темные силы, вот все силы зла, они будут делать все возможное. И получается, что любовь Творца, любовь Христа, она должна не только столкнуться с непониманием, с враждебностью, подозрениями, заговорами, ну и, наконец, насилием и убийством, но каким-то образом через все это ужасное дело любовь Христа обратит огонь высшего зла на себя. Обратит этот огонь на себя для того, чтобы истощить его силы. Я думаю, я отмечал этот библейский текст, паспольте, я его повторю. Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал. И мы с вами получаем ответ на вопрос, так где же находится сила и могущество? Да, люди сегодня, как и всегда, могут заключить договор с дьяволом, по которому отдельный человек или целая культура могут отказаться от любви, чтобы обрести власть. Однако, друзья, братья и сестры, самая могущественная вещь – это любовь. Потому что именно любовь принимает самое худшее, на что способно зло. Поглощая это зло, побеждает. Об этом нам говорят Евангелия. Любовь принимает самое худшее, на что способно зло, поглощая его, побеждает. Мы видим это в рассказе об Иисусе Христе перед Пилатом и о том, как Он идет на смерть. А знаете, вот если говорить о любви Спасителя, есть еще одна маленькая деталь. На кресте вот в последний раз Христос вспоминает о своей матери. Помните, и вспоминает о своем близком, о младшем друге. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоявшего, которого любил, говорит матери своей, «Жено, се сын твой!» А потом говорит ученику, «Се матерь твоя!» И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Ну вот опять спросите, вот у евангелиста Иоанна, автора этого Евангелия, для чего это написано? Друзья, это написано для того, ну это написано или говорит о том, что теперь должны делать посоветовать Иисуса вот с этого момента и дальше. Позвольте вот такую немножко отвлеченную иллюстрацию. Знаете, есть особенность написания икон. Иконы там в православной церкви или в каких-то других вот динаминациях. Знаете, или чем отличается написание иконы от картины? Вот когда автор, художник создает картину, а картину создает вот с умыслом, чтобы человек, который приходит, он смотрел на картину. То есть икона создается наоборот. Там есть свои определенные техники, вот создается фон или впечатление того, что не вы рассматриваете икону, а икона рассматривает вас. То есть очень особенно иконы. То есть на картину вы смотрите, да, друзья, а икона смотрит на вас. Ну почему я об этом говорю? А знаете, часто очень мы говорим, что вот Библию мы читаем. То есть иногда происходит обратное. И хорошо, когда это происходит, друзья. Библия читает нас. То есть уже не мы с вами читаем о том, что произошло на кресте, а как будто вот это вот повествование о спасителе, да, который любит своего ученика и говорит, вот люби, вот мать, позаботься о ней, как будто оно читает нас с вами. То есть теперь это переходит к нам с вами. Заповедь новую даю вам. А вот теперь вы любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Да, друзья, мы, человеческие существа, действительно созданы для любви. Мы созданы, чтобы найти себя в любви и найти себя через любовь. Через любовь, которую мы дарим, друзья, и через любовь, которую мы с вами получаем. Вот где мы находим себя. Мы найдем себя через любовь, которую получаем. Друзья, обязательно найдем себя через любовь, которую мы дарим. Она приходит к нам только, любовь приходит к нам только и только через победу, одержанную на кресте. И вот теперь, друзья, друзья, мы, последователи Иисуса, призваны предложить любовь друг другу. И в этом даже есть смысл нашего общественного служения. Господь говорит, узнают все. Мир увидит эту любовь и признает ее подлинной. Я прошу вас обратить внимание, вот 13 глава Евангелия от Иоанна, 35 стих. Особенность вот этих слов. Вот если вы будете любить друг друга, нам бы хотелось бы сказать, что вот все люди пойдут в церковь, увидят нашу любовь, они придут в церковь, покаяются и будут жить жизнью обращенного человека. Но здесь так не написано. Здесь написано, что они узнают все, что вы мои ученики. Нам хотелось бы, друзья, чтобы все было так просто. Чтобы вот увидели нашу любовь друг к другу, и вдруг все пришли в церковь и оставили свои злые дела. Однако, друзья, дело намного-намного сложнее. Все намного сложнее. Это не сработает автоматически. Между прочим, может повториться жизнь Иисуса Христа, а пришел к своим, а свои не приняли его. Однако, вот именно тот факт, что люди, которые заметят в нас, что мы ученики Иисуса Христа, они что-то узнают. Друзья, и то, что они узнают, это будет истиной. Понимаете? То есть не обязательно человек обратится к Богу. Однако, вот в мире обмана, в мире зла, для человека вдруг засияет свет. И человек узнает истину. А согласитесь, друзья, это большой шаг. Это еще одна открытая дверь к сердцу человека. Пусть Бог благословит нас с вами в наших размышлениях, в нашем хождении перед Богом. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. Субтитры создавал DimaTorzok